Привет! Это инспектор ЗОЖ в Петербурге. Сегодня мы вернулись в спортивную школу Комета, но на этот раз мы будем принимать участие в тренировке по фехтованию. Кто из нас в детстве не хотел стать д'Артаньяном? Сегодня завидуйте мне, у меня такая возможность будет. Я пришел на тренировку по шпаге, и рядом со мной тренер по фехтованию спортивной школы Кометы, Кристина Валерьевна Цибру. Цибру. Цибру, добрый день. Добрый день. У Кристины Валерьевны уже в руках самая важная часть для тренировки в Таваню. Это маска, да, специальная маска, без которой на дорожку тебя не допустят. Кристина Валерьевна, в чем особенность этой маски, и самый главный вопрос, спасет она, если в нее попасть прямо у тебя к лимфу? Я вам больше хочу сказать, что не то, что на дорожку не допустят, нельзя даже поднимать конец оружия на человека при снятой маске. Мне уже не терпится надеть эту маску, да. Надеть эту маску не терпится, да. Это маска предназначена для международных турниров. Здесь сетка, которая закрывает лицо, и язычок, который закрывает шею. Но ее не пробьет, да, удар, шпаги? Это маска 1600 ньютонов. 1600 ньютонов, да. Все, я теперь вижу мир через решетку, через клеточку. Так, маска сетка хорошо, вот смотри, а головой трясут, как бы ничего, она не сваливается. Так, и то есть если даже какой-то удар, то она выдерживает, да? Да, этот удар, вы просто можете почувствовать амортизацию вот этой маски. При ударе, во-первых, у вас нет такого безумного звука в ушах, там стоит защита. И плюс еще вас не откинет, как при уколе. Потому что в шпаге считаются уколы во все втулоща, руки, ноги, голова. Это все поражаемо поверх. Главное потрясение пока тренировки – это ручка шпаги. Я никогда не думал, что она такая изысканная, как коряга такая, да, деревянная? Ага, а вот тут другая ручка, да, я смотрю? Да, вот эта вот ручка французская называется. Французская рукоятка. Это рукоятка-пистолет. Как держать оружие? Большой пальчик идет сверху, указательный идет снизу. Держится как иголочка. Как иголочка? А удержишь ее? Да, вот вы можете попробовать. Вот гайка – это продолжение твоей руки, оружия. Так, а зачем, если есть такая удобная форма держания по-французски, зачем тогда держать еще ручка-пистолетом? Здесь ручка ложится четко, анатомически по руке. Так. Видите, пальчиками все. Так это удобнее. Это удобнее. Во всем есть свои плюсы и минусы, скажем так. Здесь вы можете спокойно тоже владеть концом оружия, оно более чувствительное здесь. Здесь легче делать какие-то определенные действия на оружие. А здесь, на этой ручке, она может удлинять руку. Так, ну любая тренировка начинается с разминки, да, вот? Да. Сейчас начнем разминаться, пожалуйста, можете вставать в стройку. Все, видите, мои уже напарники собрались. Так, я пойду встану в сторонке. Самым последним. Ну, все упражнения, если вы направлены на резкость, скорость, быстроту, то, что и требуется от фехтовальщика. Сколько лет можно привезти ребенка в фехтование? Восемь. Восемь, да? Раньше не стоит. Раньше не стоит, да. Потому что, ну, как бы, в первый класс еще дети, получается, только после садика он не пришел. Да, на фигурное катание в четыре ведут. Организационное. А у нас сложный вид спорта. У нас работает и умственно, и физически. Это взаимодействие. В общем, как бы, детям трудно. Они либо физически готовы свои эмоции упрескивать, либо сидеть за партой и пытаться что-то понять. Так, встали все в стоечку. Мы можем сюда вот подальше. А, точно, раз побегут? Да, все не будут двигаться. Ага. Шагами, пожалуйста, передвижение вперед и назад. Поставили оружие на место. Пятки не подставляем. Чувствую себя, как мушкетеры при атаке гвардейцев-кардинала. Как серьезно все. Вы делаете поворот налево и пяточку поставляем впереди. Так, вот так. Вот так. 90 градусов. Да, 90 градусов. Теперь впереди стоящая нога делает движение вперед две ступни. Раз ступня, два ступня. Так, стоп, еще раз. Теперь равномерно сгибаете коленочки. Центр тяжести посередине. Так. Коленочки над носочками. Так. Это вы на одну ногу сели. Ага. На две, надо равномерно. Вот. Вы сидите, коленочки солны. Вот так. Вот представьте, что вы так вот раз и сели на ступчик. Раз и сел. Во. Прекрасно. Так. Это рука у нас вот здесь. Так. Это как исторический сложившийся факт. Здесь в этой руке, когда происходили дуэли, что держали? Платок их. Фонарик. Фонарик, да? Да, как запрещено. А, что ночью когда было, да? Видите, как ее узнаем в подробности. Да. И выпрямляете локоть и колете пальчиками в мишень. Оп. Не попал. Да. Нет, размахиваться не надо. Вот прямо вот отсюда. Где у нас? Вот тут гаечка прижата. Локоточек внизу. Рука свободная. Только пальчиками держим. Отсюда. Оп. Так. Значит, на бок одевается, да? Да. Одевается на одну руку. Так. Вот таким образом он здесь. Такой полубронежилет. Так, а какой его смысл? Потому что мне кажется, что он пропустит все равно. Это специальная ткань, которая не поддается никаким. Не протыкается. Да? Да. Но мы пробовать не будем, я поверю на слово. Для того, чтобы фифтовать на электроаппарате, мы будем подключать шнур. Так, это же, как называется, куртка? Нет. 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 Шнур-то надо вместе с рукой. А, виноват. Ставить. То есть правой рукой, да? Лучше начать с правой. Ага. Вот так она все закрывается, застегивается. Да. Это у нас на левую руку вообще костюм. Ага. Видите, молния с этой стороны. Так. Ну, мы сегодня проведем эксперимент. Ну, я думаю, что дети вам никакого вреда не причинят. Я надеюсь. Да. Значит, одеваем перчатку. Значит, вот это включается. Шнур подключается к катушечке. Так. Так. Так, тут у нас почему-то нету. Ну, мы по-хитрому придумаем. Так. Немножко. Вот это мы подключаем. Здесь на шпаге тоже есть электрофиксатор, тройник называется. Шнур подключается вот сюда. Вы можете проверить шпагу, уколоть в пол. Видите, у вас загорается красный фонарь. Соответственно, если вы наносите укол, значит, красный фонарь – это ваш. Ага. Он наносит укол, и вот зеленый фонарь. Угу. Встаете на линию начала. Так. И отдаете противнику салют. Так, мы тут снять, да, пока? Очень важно. Это не девушка, которая обнимает. Да. Вот. Да. И нанести свой укол. Ну, и не пропустить свой. И не пропустить, да. А если я пропускаю укол, я должен… Просто попробовать, что такое нанесение укола. Вот. Ага, вот загорелся красный огонек. Первый и последний раз. Да. Ага. К бою готовы. Так. Стоп. Начали. Соперник щадит меня. Ай! Мы попали. Я попал? Да. Ух ты, ничего себе. Я понимаю, что чувствует фехтовальщик, когда в него пропускает укол. Ощущения понятные. Конечно, да. Ощущения понятные. И это, я вам честно скажу, не так, как тебя чуть-чуть мушка укусила. Нет. Гораздо больнее. Бой готовы. Начали. Ау. Видите, пошел в атаку и пропустил. Все. Два, один. Два, один. Ну, давайте до трех. Давайте. Бой готовы. Начали. Конец оружия впереди. Оп. Стоп. Попал. Три, один. И полно лево. Три, один. Салюты отдать и руки, пожалуйста. Бой с Даниилом закончен. Я проиграл один-три. Как-то, не знаю, случайно попал в него первым. Но самое главное, что я сразу видел. Я-то сразу чувствовал, что когда меня Даниил колол. Но все тоже видели, потому что мы были подключены. Специально, видите, техникой, да? Наши шпаги были подключены. И поэтому, как только я попадал, загорался красный огонек вот там. Как только Даниил попадал, что было почаще, загорался зеленый огонек. Ну что, а я, ребята, честно вам скажу, не ожидал даже, что удары настолько чуще. Существительный. Ну вот, может, с непривычки. Немножко поправочку, что вот это немного не соответствует. Да, вот в таком виде у вас залп, в принципе, фехтование. Конечно, без штанов. Без штанов, да. Так как мы тут все люди профессиональные, понимаешь, то, естественно, в ноги он колоть не будет. Вот. Это чисто пробный вариант. Это перед нами две Насти, которые занимаются фехтованием в спортивной школе Кометик. Как давно вы занимаетесь? Пятый год. Пятый год. Пятый год. Пятый год. А почему вы пришли именно в фехтование? Не такое, что скажешь, женский вид спорта. Ну, просто в то время проходила Олимпиада, и я ее смотрела, потому что выбирала вид спорта, увидела фехтование, заинтересовалась. Кого-то конкретного вы увидели или просто в самом деле? Ну, я увидела там всякие бои, то есть сам процесс, когда Олимпиада проходила, вот, увидела, как там все красиво. А почему именно шпага, езжи, сабля, рапира? Не знаю, как-то. Так получилось то, что шпага вот... Ну и не пожалели, да, в своем выборе? Нет. Родители были не против, не боялись, что там глаз проколит, там, не дай бог. Нет, они были согласны. Согласна. Вас родители не отговаривали от занятий? Конечно, нет, они только, вот, меня мотивируют на мои победы, и вот, им тоже нравится этот вид спорта, мне тоже он нравится, и... Все честно, что чувствуешь, когда колешь соперника, попадаешь? Бывает наслаждение, бывает огорчение. В детстве моим любимым фильмом был Дританьян и три мушкетера. Нам с мальчишками любовные сцены были без интересов. Главное было это батальные. И каждый из нас хотел быть кто Дританьяном, кто Атосом, кто Арамисом, а кто-то даже и Портосом. Вот сегодня я ощутил на себе, насколько тяжело дается это занятие. Даже сама вот эта вот стойка, после которой ноги как деревянные, уже чего-то стоит. Тиктование это не только веселый, но и интеллектуальный вид спорта, где надо постоянно включать голову, чтобы не пропустить удар, как я, достаточно недавно, и самому уколоть соперника. Общие впечатления остались только пять. Субтитры сделал DimaTorzok